Ну, попал немец там как раз по патронам, патроны загорелись, порох загорел, треск идёт, дым повалил. Я лежу метрах в трёх от танка. Ну, когда немец увидел, что с механико-водителем покончено, мы двое живых вот вылетели, ротный куда-то побежал, вот начали класть снарядок. Так вот, когда снаряд идёт над тобой или сбоку, он идёт с рёвом. Вот такой низкочастотный рёв, наверное, герц 100 или около 50. А вот когда он идёт точно в тебя, скорость немецкого снаряда из пушки Тигра и Пантеры 100 метров в секунду. Если немцы были в 100 метрах или в 151, вы можете сосчитать, что это всего одна десятая доля секунды. А скорость звука 30-30 метров в секунду. Так вот, звука не слышно, но какие-то есть физические колебания, когда впереди летящего снаряда идёт ударная волна, и она издаёт звук. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Или фур-фур-фур-фур-фур. Что-то такое. Когда я почувствовал, что это фу-фу-фу-фу-фур, мы это знали. Я сразу перебросил тело на полметра. Быстрее я не мог. Смотрю, около меня летит снаряд вот так. Я напрягся, я понял, что сейчас он рванёт, и от меня ничего не останется. И снаряд стал опускаться у моего правого бока вот в сантиметрах 20-30. Вот он опускается, и я вижу передняя часть его полированная. Сзади она, грубые следы от резца, медный поясок с нарезами от пушки немецкой. А спереди торчит ударник беленький такой, вот стерженёк, миллиметров 6 диаметров, длиной миллиметров 15. Снаряд опускается в землю, начинает входить ударник внутрь. Я вошёл, смотрю, на снаряде появились продольные трещины, неравные, сначала чёрные. Потом они стали расширяться. Я понял, что меня сейчас разорвёт. Я так напряг свой мозг, что выброс электрического поля был так велик, что снаряд в куски не разорвался. Он разошёлся, а поле было сферическое моё вокруг мозга. И снаряд пошёл по линии, вот... Покасательной. Ну что ли, там, где напряжённость поля наименьшая. И все осколки ушли выше меня. Я от напряжения потерял сознание. Через пару секунд я пришёл в себя. Смотрю, около моего боку вот такая воронка. Сантиметров 10 диаметром 15 чёрная. И глубиной сантиметров 5. А снаряда нет. Но тротил сгорел, сдетонировал. Поэтому воронка и окружающие покрыты чёрной копотью сгоревшего тротила. Поднял глаза, смотрю, за левой гусени кости лежит. И вопросительно смотрит на меня. Вот я тогда понял, что напряжение мозга может быть так велико, и выброс электростатического поля может быть так... Напряжённость может быть поля так велика, что время останавливается. Вот путь, он физический, путь не изменен. Вот. А время растягивается, оно становится длинным. Например, там секунд 5. Если оно 5 секунд, то резко падает скорость. Поэтому я вижу падающий снаряд. Виду, как он разрывается. Вот это я вижу. Да, это вот первый случай, когда я понял, что ход времени может изменяться. Я попытался рассказать вот этот факт своему младшему зятю, подполковнику артиллерии. У фонта пушки и снаряды знает вот насквозь. Лучше меня в 100 раз. Артиллерист. Да. Он повернулся ко мне и говорит, Владимир Иванович, этого не может быть. Я сразу заткнулся, разговор перевел. Второй раз я пытался этот факт рассказать полковнику артиллерии из артиллерийской академии имени Дзержинского в Москве. Родному брату, вот моего кости товарища. Да, я тоже начал рассказывать об изменении времени, о том, что снаряд можно схватить руками. Вот он ничего не сказал. Он посмотрел просто на меня, и я понял в его глазах полное недоверие. Я сразу оболвал рассказ, перевел разговор, и больше я вот никому не рассказывал. Я вот сейчас вам рассказываю только потому, что вы мне вот задали вопрос об изменении хода времени. Вот оказывается, что путь в пространстве, я не знаю, пространство квантовано или нет, но он не изменен. А вот что времен можно растянуть или сжать. Вот это случай самый короткий, который я вам рассказал. Я понимаю, что у вас здесь заряд плёнки небольшой, поэтому второй случай более серьёзный.